Мы продолжаем наш рассказ о почётных жителях города Красноармейск. Итак, Зинаида Николаевна Петрова. Родилась в 1924 году. Приехала на фабрику Красной армии флота из детского дома. В 13 лет начала трудиться. Закончила фабрично-заводское училище при фабрике Красной армии. И, наконец, сбылась её мечта. Она стала ткачихой. Во время Великой Отечественной войны находилась в рядах советской армии. Нерушимой силой, поворотой, стройной разгромим, уничтожим родов. Награждена многими орденами и медалями. Орденом Отечественной войны второй степени. После победы Зинаида Николаевна вновь вернулась в родной город. Но любимую фабрику Красной армии. Где и продолжила работать ткачихой. Закончила техникум. Работала экономистом. Затем инженером-технологом в цехе шивпотреба. Её имя неоднократно заносилось на доску почёта. Стала отличником социалистического соревнования РСФСР. Избиралась членом президиума горкома КПСС. Была делегатом 22-го съезда КПСС. Была депутатом Верховного Совета СССР 5-го и 6-х созывов. Принимала активное участие в работе правления общества советско-вьетнамской дружбы. Была членом Городского Совета ветеранов войны, труда и вооружённых сил. На протяжении многих лет была бессменным директором музея фабрики Краф. Зинаида Николаевна Петрова – почётный житель нашего города. Тамара Васильевна Никитина. Родилась в 1930 году. Сразу после Великой Отечественной войны пришла работать на фабрику имени Красной Армии и флота. Работала ткачихой. Вырабатывала ткань кирзу. В 1971 году за выдающиеся успехи в выполнении восьмой пятилетки Тамаре Васильевне Никитиной было присвоено высокое звание Герой социалистического труда. С вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и молот». Тамаре Васильевне было присвоено звание «Мастер умелые руки». Её имя также неоднократно задосилось на доску почёта. Избиралась депутатом Верховного Совета СССР 8-го созыва, делегат 25-го съезда КПСС, кавалер двух орденов Ленина, член Центрального правления общества Советско-Вьетнамской дружбы. Тамара Васильевна Никитина – почётный житель нашего города. Юрий Васильевич Никитин родился в 1918 году. Много лет работал врачом-окулистом в городской поликлинике нашего города. Участник Великой Отечественной войны. Говорит Москва, сегодня в 4 часа утра германские вооружённые силы атаковали границы Советского Союза. Награждён многими орденами и медалями. Пропагандист. Активный участник встреч с учащимися. С 1953 года депутат Городского Совета нашего города. Высококвалифицированный врач. Прекрасный человек. Обаятельный и дружелюбный. Он дотошно занимался с каждым пациентом. Для всех у него было доброе слово и улыбка. Он и в мирное время совершил гражданский подвиг. Проглотившие инородные тела девочки, он буквально в домашних условиях кухонным ножом сделал операцию срочную и этим спас ей жизнь. А операция называлась трахеотомия. Об этом, конечно же, долго будут помнить жители нашего города. Юрий Васильевич Никитин. Почётный житель города Красноармейск. Красноармейск. Продолжение следует... Продолжение следует...